Я родом из Донбасса, поэтому я никак эту тему не мог по Украине отпустить спокойно. Сердце обливается, ситуация ухудшается. Мой вопрос такой, как долго это будет продолжаться? И есть ли ваше видение решения этой ситуации? Вы знаете, вопрос риторический, конечно, как долго продолжаться. У нас народ терпеливый. Когда я говорю «у нас», я имею в виду и Россию, и Украину. Вы знаете мою позицию, я много раз говорил на этот счет. Я считаю, что у нас один народ. Разницы практически никакой нет. Но в целом, по сути-то, один народ, и он очень терпеливый. Как это долго будет продолжаться на Украине, я не могу сказать. Но ситуация, конечно, ухудшается, вы знаете это. Объем ВВП страны за последние годы, по сравнению с тем, что было при, скажем, президенте Януковича, сократился более чем на одну треть. Для тех, кто постоянно находится в информационном поле, ничего нового в этом материале нет. Присутствие регулярных войск России в Украине – это уже давно не секрет. Тем не менее, сомневающихся достаточно много. В данном сюжете все скурпулезно и точно собрано в концентрированном виде. И после его просмотра даже самые ярые скептики поменяют свою позицию относительно участия России в братоубийственной войне. Особенно полезно это видео для бывших и нынешних депутатов Верховной Рады Украины, которые по тем или иным причинам выгораживают кремлевскую власть. Вы врете. Ну, вы врете. Докажите, пожалуйста. Вот российских войск. Вранье – это и по Библии, и по законам, по которым живет Украина – это преступление. Я хотел бы, чтобы такие определения, как кто-то вел войска, были взвешенными. Мы не можем говорить о присутствии иностранных войск, любых, на территории Украины. А руль России в этом какая? Есть вещи, о которых не говорится. В данном материале мы рассмотрим фото и видео доказательства российского вторжения в Украину по части бронетанковой техники. Одним из наиболее ярких образцов бронетехники России, которая применялась на Донбассе, является танк Т-72Б3. Эта модификация только пару лет назад начала поступать вооруженные силы РФ и никуда не экспортировалась. Модернизированный танк Т-72Б3 выглядит по-новому грозно, но рычит тише благодаря новой конструкции гусениц. Сугробы уничтожает с удовольствием. У танка появился тепловизор, современная система удержания цели, модернизированная связь и реактивная броня. Такие контейнеры со взрывчаткой, навешанные поверх обычной брони, взрываются навстречу летящему снаряду. Большая коробка тепловизорного прицела «Сосна-У» нет на других моделях. Т-72Б3. Пять блоков динамической защиты «Контакт-5» слева от пушки. На некотором количестве Т-72Б3 первого выпуска блоков четыре. Но на месте пятого нет прожектора «Луна», как на Т-72А, Б и БА. Новые гусеницы с параллельным шарниром нет на Т-72А и Б, но есть на Т-72БА. И некотором количестве Т-72Б, прошедшим капитальный ремонт. Доподлинно известно о четырех танках Т-72Б3, потерянных армией РФ в августе на Донбассе. Два из них уничтожены. Третий – потеря условная, так как, будучи захваченным украинскими военнослужащими, впоследствии при выходе из Иловайского окружения его бросили, и он перешел к сепаратистам. Четвертый танк был подбит, осмотрен украинскими солдатами. Позднее этот Т-72Б3 тоже вывезли в Россию. Итак, первое безусловное доказательство присутствия российских танков Т-72Б3 были получены 27 августа. В этот день канал «Эспрессо ТВ» в заметке «Российская бронетехника под Иловайском» опубликовал видео, на котором украинские солдаты демонстрируют захваченный под Иловайском российский танк и обнаруженные в нем предметы. По виду катков, штырю датчика ветра и коробки прицела «Сосна-У» уже можно было определить, что перед нами танк Т-72 последней модификации – Т-72Б3. Естественно, украинские солдаты нанесли на танк белые полосы быстрой идентификации вооруженных сил Украины, чтобы избежать открытия огня по своим. Ориентировочно 30 августа в социальных сетях появляется качественный снимок этого танка. 1 сентября фотокорреспондент Макс Левин в своем репортаже «Иловайск. Хроника. Побега» на сайте LB.UA опубликовал еще одно фото, сделанное в те дни, когда захваченный Т-72Б3 находился у украинских военных. При выходе из окружения этот танк без видимых серьезных повреждений был оставлен в районе Иловайска и перешел в руки пророссийских сепаратистов. 14 сентября он появляется в выпуске передачи «Вести недели» канала «Россия-1». По своему невежеству российские журналисты запустили в эфир сюжет о российском танке Т-72Б3. Это при том, что присутствие российских войск и техники в Украине Путин, да и вся пропагандистская машина, пытается скрывать. В сюжете «Вести недели» Т-72Б3 представлен как захваченный ополченцами некий украинский танк с оборудованием нероссийского и неукраинского производства. Эту часть видео удалили из выпуска, который размещен на канале YouTube и на официальном сайте «Россия-24». Но пользователи интернета успели размножить первоначальный вариант сюжета. На следующий день на канале «Донецкая республика» в YouTube и прочих сепаратистских ресурсах появляется тоже видео в качестве HD. Правда, в описании к ролику танк сознательно назван Т-72М, поскольку эта модификация, в отличие от Т-72Б3, как раз была выставлена на экспорт. И ее можно было встретить на вооружении таких стран, как Чехия, Польша, Сербия, Словакия, Куба и многих других. То есть, командная машина со спутникой GPS определяет все танки, все подразделения свои. Это тоже был их. И дает картинку на вот эти дисплеи. Второй российский Т-72Б3 был подбит и сгорел. Он находится возле дороги вблизи села Новодворское Донецкой области. Первая информация о нем поступила 9 сентября из передачи «Сегодня» и «Чрезвычайное происшествие» канала НТВ. Естественно, Т-72Б3 российской армии в сюжете называют могучим украинским танком производства Чехии. «Украинский могучий танк. Чтобы не говорили нам, что у них потерь нет, и все танки целы. Оторванная башня. Это был танк Т-72, поставка с Чехии». Позднее в социальных сетях выложили и фото этого танка. На октябрьском видео. Танк уже без гусениц, башня смещена, многие детали сняты. Третий российский танк Т-72Б3 уничтожен возле села Червоносельское, что в 10 километрах от Иловайска. Первая информация о нем появилась 1 сентября на сайте телеканала 24. В заметке, при выходе из Иловайска трое бойцов АТО уничтожили два танка и два БМД-террористов. Судя по датам на фото, танк был уничтожен 29 августа. 2 сентября на телеканале Russia Today в Ютубе выложено видео, где башня этого танка перетащена куда-то в сторону от корпуса. 3 сентября фотограф Александр Ермаченко сделал снимок этой же башни. Позднее в социальных сетях всплыли и новые фотографии корпуса. Есть еще один Т-72Б3, который получил повреждения возле села Червоносельское и был захвачен украинскими военными. Его фото 1 сентября тоже выложили на сайте телеканала 24. Выше упомянутой заметки. 30 сентября сайт LB.UA в статье «Долгая дорога из ДНР» опубликовал свое фото этого Т-72Б3. В конце октября на Ютубе выложили видео, снятое украинским солдатом. На лобовой части рассматриваемого танка заметно попадание из РПГ. Украинский солдат за кадром объясняет. Вот этот танк хотели себе взять, а он не заводится. Поэтому, не знаю, может быть, поспалим. Однако до настоящего момента в интернете не появились видео или фото, на которых этот танк был бы заснят сгоревшим или эвакуированным украинскими военными в тыл. То, что на Т-72Б3 воевали российские солдаты, подтверждается как сведениями, полученными из социальных сетей, так и опубликованными данными о погибших российских танкистах. На этих фото те же танки Т-72Б3 с теми же белыми кругами, как на уничтоженных и захваченных в Украине. Танкист 6-й отдельной танковой бригады публикует снимок поврежденного Т-72Б3 и пишет друзьям, что его танк подбили в Украине. 21 сентября «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью о погибшем 24 августа российском танкисте Владиславе Баракове. Известно, что он тоже служил в 6-й отдельной танковой бригаде на танке Т-72Б3. Кроме 6-й танковой бригады на Т-72Б3 в Украине воевали и другие подразделения. Например, 200-я отдельная мотострелковая бригада, которая отличилась красочными надписями на своих танках. Смерть Айдару за Сталина. Еще одна модель чисто российского производства, нигде кроме России не выпускается и не состоит на вооружении, это танк Т-72БА. Он принят на вооружение в 2000 году. Является недорогой модернизацией Т-72Б образцов 1985-1989 годов. Визуально Т-72БА от старых Т-72Б образца 1989 года отличается штырем датчика ветра ДВЕ-БС на башне и новой гусеницей с параллельным шарниром. А Т-72Б3 отличается наличием прожектора «Луна» слева от пушки и отсутствием массивной коробки тепловизора на башне. Точно известно о двух уничтоженных российских танках данной модификации. Оба находятся возле поселка Старобешево в Донецкой области. Первое упоминание об этих танках появилось на российском Первом канале 5 сентября в выпуске новостей. Традиционно свои разбитые танки и позиции названы украинскими. 22 сентября репортеры «Анна Ньюс» сняли эти же Т-72БА с описанием, как у Первого канала, уничтоженная бронетехника боевиков «Хунты». Однако на этом видео уже отчетливо видно гусеницы с параллельным шарниром, прожектор «Луна», остатки датчика ветра на башне. И это сгоревшие российские танки Т-72 модели БА. Позже в социальных сетях появились и фото этой пары танков. 25 октября журналистам «Рейтерс» удалось побывать возле Старобешева. Заснять эти Т-72БА, использованные контейнеры противотанковых российских ракет «Корнет», сделать репортаж, в котором танки названы ошибочно и по-простонародному Т-72БМ. По фото можно сказать, что танки начали разбирать на металлолом. Стволов уже нет. Кроме уничтоженных возле Старобешева, на территории Украины вели боевые действия и другие Т-72БА. 22 сентября по каналу «Россия-1» в выпуске «Вестей» в 20.00 был показан Т-72БА якобы ополченцев с краской цветово-российского флага на лбу корпуса. На Т-72БА, как и на Т-72Б-3 воевали российские танкисты. Точно известно о погибшем в конце августа на Украине танкисте Василие Караваеве. Он служил в 21-й отдельной мотострелковой бригаде. Военная часть 12-128. Именно на Т-72БА с номерами, нарисованными на блоках динамической защиты башни. На танках у Старобешева закрашенные номера на том же месте. Вот видите, с этого танка вылетел, это, наверное, все, что зналось от человека. Видите, вот ботинок, вот носок с этого ботинка. От носка высыпаются кости, видите? О солдатах регулярной армии РФ, принимавших участие в войне на востоке Украины, погибших и ныне находящихся в горячей точке, более подробно можно узнать на ресурсе «Груз-200» в сети Facebook и на сайте «Груз-200.нет». На этом фоне высказывания президента России В. Путина, его приближенных и российских СМИ, что солдаты армии РФ заблудились на украинской земле или вовсе там не появлялись, по меньшей мере звучат цинично. А тезис о какой-то гражданской войне в Украине вообще разбивается в пух и прах. Говорить – это одно, а иметь доказательства – это совершенно другое. Я вам еще раз говорю, никаких вооруженных сил российских, никаких... То есть они врут сейчас, американцы? Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет. Хотят ли русские войны? «Спросить нельзя у тишины» «Они взорвали тишину» «Затея в русскую весну» «По дням врехливый дикий мой» «Назвал нас украми с тобой» «Сбив мирный боинг из ракет» «Весь мир услышал их» «Весь мир услышал их» «Весь мир услышал их» «Ответ» «Хотят ли русские войны» «Спросить у Пражской у весны» «И вспомнит престарелый финн» «Расскажет молодой грузин» «Литва, Пестонцы, Латыши» «Чечня, Молдова и на гуши» «И гражданин любой страны» «Хотят ли русские» «Хотят ли русские» «Хотят ли русские войны» «При чём здесь Россия-то» «И вам ответит стар и млад» «И почтальон, и адвокат» «И беден кто, и кто богат» «Хотят ли русские» «Хотят ли русские» «Хотят ли русские» «Хотят» «Русские не хотят войны» «Как уверен, не хотят её и украинцы» «Более того, и это я хочу подчеркнуть особо» «Мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы рассматривать ситуацию в таких терминах» «Присутствие регулярных войск РФ в Украине – это уже давно секрет Полишинеля» «Данный факт очевиден всем, кто исключил телевидение из основных источников получения информации» «И формирует свой взгляд о происходящем на сведениях из интернета, показаниях очевидцев, либо на основании увиденного, услышанного, пережитого личного опыта» «Тем не менее, находятся те, кто ещё сомневается в российской агрессии против Украины, спланированности и последовательности военной операции Кремля» «А также верит в мифы о гражданской войне на востоке Украины, героизм так называемых ополченцев и в то, что украинские власти проводят карательные операции против населения Луганской и Донецкой областей» «У самых границ России на Украине не утихает гражданский конфликт, по сути гражданская война, несмотря на минские договорённости продолжаются обстрелы мирных городов, гибнут мирные граждане до сих пор» «В предыдущем материале этого цикла были приведены неопровержимые доказательства присутствия на территории Украины российских танков Т-72Б3 и Т-72БА И, соответственно, доказательства участия кадровых военных РФ в конфликте на Донбассе» «В этом сюжете мы остановимся на танке Т-64, который Россия поставляла боевикам, начиная ещё с весны 2014 года» «Для начала расскажем, как проще всего визуально отличить Т-72 от Т-64» «У Т-72 опорные катки, колёса внутри гусеничной ленты загнуты вовнутрь, а у Т-64 имеют выпуклую форму» «Ещё одно отличие – место выхлопа газа. У Т-72 находится слева, а у Т-64 на задней части корпуса» «Большинство танков Т-64, которые отправили сепаратистам на Донбасс – модели выпуска 80-х годов. Их выбор вполне объясним. Во-первых, так удобнее отрицать свою причастность к поставкам оружия боевикам, ведь подобные образцы техники находятся или находились в советские времена на вооружении армии Украины. Во-вторых, на территории России старых танков в избытке, а их правильное хранение и утилизация стоят немалых денег». В начале лета положение пророссийских сил оставляло желать лучшего. Тяжёлой техники катастрофически не хватало. Случаев, подобных апрельскому захвату украинских десантников с бронетехникой, больше не повторялось. Части украинской армии с вооружением не переходили на сторону почитателей Гиркиной компании, а использовали своё оружие против них. Для того, чтобы успешно противостоять войскам вооружённых сил Украины, заезжим революционерам потребовались танки. Т-64БВ идеально подходил для поставленных кремлёвскими кураторами боевых задач. В СССР эту модель выпускал Харьковский завод имени Малышева. Соответственно, федеральным российским и сепаратистским СМИ было проще всего заявлять, что этот танк украинский и был захвачен так называемыми «ополченцами». Буквально несколько часов назад у ополченцев появилось несколько новых боевых машин, среди которых танки Т-64. Забрали их в качестве трофея. Однако не был взят во внимание тот факт, что украинским журналистам и военным экспертам известно о наличии в России на складах сотен, если не тысяч, Т-64 разных модификаций, которые давно сняты с вооружения армии РФ. Танковая монополия принадлежит в России «Уралвагонозаводу», преимущественно с моделью Т-72, естественно, обновлённых модификаций. Итак, первыми танками, которые РФ предоставила сепаратистам, были Т-64БВ. 12 июня три танка успешно проследовали в Донецк через Снежное, Торрес и Макеевку. В тот день в ДНР признали, что получили на вооружение три танка, умалчивая от кого именно. Военная техника, которую я считаю и буду наставить на этом, поставляет российское гражданское. А, не власть, не государство. Вначале шла безобразно. До... До какого числа? До примерно 3 июня. Вот. Они шли безобразно. Начиная с этого момента, они пошли лучше. Они всё равно категорически недостаточны. 20 июня на Донбасс прибыли ещё пять танков Т-64БВ. Параллельно российские СМИ активно тиражировали новость. Ополченцы захватили танковую базу под Славянском. На самом деле захвата не было. И база осталась под полным контролем украинской армии. А появление этих танков на дорогах России в июне 2014 года вызвало массу вопросов. Транспортировка российских Т-64 для утилизации или для использования в качестве мишеней на полигон исключена. Поскольку для таких целей с танков снимается всё навесное оборудование. Ящик для инструментов, бортовой экран, инфракрасный прожектор, зенитные пулемёты, динамическая защита. К тому же танк транспортирует гражданская машина подрядчика. Однако на территории Российской Федерации, особенно в приграничных с Украиной регионах, были обнаружены российские военные тягачи с полностью укомплектованными Т-64 в сопровождении военной инспекции РФ. Одним из первых, ввезённые из РФ Т-64БВ, сфотографировал корреспондент Евгений Малолетко, недалеко от Дебальцева. Возле Янакиева два танка из той же партии попадают в объектив фотографа Дмитрия Оловецкого. В Горловке эта же пара танков снята на видео. На следующий день, 21 июня, ещё два других Т-64БВ засняты уже в Торезе. Бросается в глаза скудная, некачественно установленная динамическая защита на бортах. Прямоугольные коробки, обозначенные красными линиями. Словно кто-то старался изобразить самопал или не оказалось под рукой штатной конструкции. Стандартное размещение блоков динамической защиты на Т-64БВ выглядит совсем иначе. Теперь сравниваем эти Т-64БВ с танками, которые перевозили военные тягачи, сопровождаемые автомобилями Российской военной автоинспекции в приграничных районах на территории России 19 июня. Танки Т-64БВ на российских тягачах с трассы М4 Дон 19 июня и танки Т-64БВ под флагами сепаратистов в украинских городах на Донбассе 20 июня одни и те же. Два со штатной динамической защитой на бортах, три с самопальной. На крышах башен какое-то имущество, прикрытое брезентом. Второе видео фиксирует не только сам танк, который 21 июня был в Горловке, а еще и указывает на местоположение колонны в момент съемки. К вышеперечисленным фактам прилагаются фото от пользователей социальной сети, которые засняли танки на все той же трассе М4 Дон. Фото выложили в интернет 19-20 июня. К тому же доказательства по этим танкам указывают на места съемки. На этом фото видна цифра 7 на крышке прожектора, справа возле пушки. С июня по настоящий момент ничего не изменилось. Колонны тягачей с танками Т-64 как шли с территории России на Донбасс, так и продолжают идти. Июль. Трасса М4. Октябрьский район Ростовской области. Июль. Трасса М4. Красносулинский район Ростовской области. Июль. На видео. Та же трасса М4. Июль. Уже в Украине. И такой гуманитарной помощи с каждым днем будет все больше и больше. И остановится она только во Львове. Пара августовских видео. Уже в ноябре, возле населенного пункта Самбек, Ростовская область. В Каменск-Шахтинске Ростовской области. В декабре месяце, возле Самбека. 13 декабря, на трассе Ростов-Таганрог. В Каменск-Шахтинске Ростовской области. Стоит заметить, что летом военнослужащие российских автомобильных войск особо не скрывали, что подвозят танки к границе. В социальных сетях достаточно фотографий, на которых водители тралов позируют на фоне Т-64. После танки выгружали и дальше они шли своим ходом в Украину. В отношении некоторых танков военторга, например, как этого казака с надписью то ли ЛНР, то ли ДНР, на лбу корпуса складывается впечатление, что с ними позировала полармии Российской Федерации. А это Т-64БВ за Донбасс, расписанные одним художником. Вначале на российском военном трале, а потом уже у сепаратистов на Донбассе. Есть доказательства, что танки поставлялись из Красноярского края. Возле поселка городского типа Козулька находится 2544-я центральная база резерва танков, военная часть 54-630. Здесь хранится огромное количество разнообразной бронетехники. Масштабы можно оценить по этому фото со спутника. На эту базу в свое время свезли сотни, если не тысячи неиспользуемых Т-64 различных модификаций и степени износа. Ближе ПГТ Козулька Красноярского края исправных Т-64 в России не нашлось. Налогоплательщикам РФ наверняка будет интересно узнать, что старые 40-тонные Т-64, находящиеся за 4000 км от Украины, доставлялись далеко не дешевым способом по железной дороге, а транспортными самолетами. К аэропорту Красноярска-Емельянова, который находится в 80 км от базы хранения танков, Т-64 транспортировали военные тягачи на тралах. Далее вступали в дело транспортные самолеты. Руслан Ан-124 может взять на борт сразу три танка или же Ил-76, один танк. Осенью 2014 года в интернет было выложено видео, на котором запечатлен процесс погрузки танка Т-64БВ на борт самолета Ан-124 31 мая того же года в аэропорту Емельянова. То, что отправка танков из Красноярска 31 мая была не единственной, подтверждает июльское фото, сделанное пользователем социальной сети ВКонтакте. На нем Т-64БВ грузят уже в Ил-76, а аэропорт все тот же, Емельянова. Из Красноярска танки доставлялись в Таганрог. Расстояние всего лишь 3740 километров. Это указано в названии видео погрузки танка 31 мая, и это же подтверждается снимками жителей Таганрога, где летом Т-64 буквально заполонили улицы города. Местоположение съемки подтверждено с помощью ресурса Google Maps. Видео начало июня. По Таганрогу перевозят Т-64А. Еще одна модификация Т-64. Место съемки улица Сызранова. На этом видео также танки Т-64А. Их везут вместе с боевыми машинами десанта БМД-2, у которых характерно закрашены номера и тактические знаки. Съемка сделана на перекрестке улиц Ломоносова и Богдана Хмельницкого. На этом фото тягач транспортирует Т-64 по улице Мичурина в начале июля 2014 года. Под фото красноречивый комментарий жителя Таганрога. Входит в привычку. Осенью, после подписания так называемых «Мирных Минских соглашений», Т-64 начали возить и по железной дороге. В сети появились Т-64 со следами железнодорожных перевозок. На борту указан индекс негабаритности, на катках – метки от установки специальных крепежных шпор, чего не наблюдалось летом. Несмотря на большое количество Т-64, завезенных сепаратистом на Донбасс, этого оказалось мало для победы над украинской армией. При мощной поддержке волонтеров и добровольческих батальонов план Кремля по созданию сухопутного коридора в Крым провалился. К тому же танки Т-64 долгое время не эксплуатировались. Многим боевым машинам требовался ремонт разной степени сложности. А поскольку интенсивность боевых действий значительно возросла, из России полным ходом пошел поток так называемых «гуманитарных конвоев», осматривать груз которых украинским пограничникам не позволяли. А позже РФ и вовсе не стала церемониться с конспирацией поставок танков в Украину. И со середины августа начала отправлять боевикам российские Т-72. То, что происходит на юго-востоке Украины, это действительно карательная операция. Но она проводится сегодняшними киевскими властями, а не наоборот. Надеюсь, что нам удастся в ходе диалога, а мы готовы выступать здесь как посредники, выйти все-таки на прямой именно политический диалог и этими способами и этими политическими инструментами урегулировать ситуацию. Участие военной техники и солдат российской армии в войне на Донбассе доказано уже не раз. Тем не менее, масштабы вторжения войск РФ на территорию Украины для многих остаются загадкой. Отсюда возникают вопросы относительно логики Минских мирных соглашений и дальнейших так называемых режимов тишины. Ведь большинству обывателей непонятно, насколько огромная военная сила противостоит украинской армии, национальной гвардии и добровольческим батальонам. К тому же после наших предыдущих материалов об участии в военном конфликте на востоке Украины российских танков Т-72Б3, списанных Т-64, артиллерийских установок МСТА-С, некоторые зрители иронично высказывались, что украинскую армию заставила отступать горстка сепаратистов и пара единиц военной техники. Правда в том, что показанная техника российская, сомневающихся уже фактически не осталось. В данном материале мы докажем, что суждения о героизме украинцев и адекватности действий руководства Украины полностью оправданы. В середине августа пророссийские сепаратисты на Донбассе теряли позицию за позицией. Территория, контролируемая ДНР и ЛНР, медленно, но постепенно уменьшалась. Уже доставленных боевикам Гиркина и Болотова танков Т-64 оказалось недостаточно. Срочно выставить большое количество дополнительных, готовых к бою Т-64, российская армия не могла. Эта модель в войсках давно не использовалась, а танкам из баз хранения требовался ремонт разной степени сложности. Россия начала спасать свои проекты ДНР и ЛНР, пренебрегая конспирацией. С этого времени в ход пошли танки Т-72. После развала СССР Уралвагонзавод добился положения танкового монополиста на территории Российской Федерации. Его 72-е стали основными танками в армии РФ. В войсках находилось около полторы тысячи единиц Т-72 различных модификаций, на складах в пять раз больше. В отличие от Т-64, проблем оперативно поставить на Донбасс несколько десятков исправных Т-72 не было. Сепаратисты также не могли отобрать эти танки у армии Украины. Единственное место, где находились украинские Т-72 на Донбассе – центральная база резерва в Артемовске. Ее захватить не удалось. Танки Т-72 находились на базах хранения, на бронетанковых заводах, в некоторых учебных частях других регионов Украины. Но вплоть до 6 декабря в составе боевых подразделений вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и добровольческих батальонов таких танков не было. В зоне же боевых действий зафиксировано лишь два Т-72, находящихся в украинских подразделениях. Оба – российские, трофейные. Первый из них – новой российской модификации Т-72Б3 – был захвачен непосредственно у российских военных под Иловайском. При выходе из окружения его бросили. Об этом танке более подробно упоминалось на нашем канале, в первой части цикла сюжетов о вторжении российских войск в Украину. Второй танк – российский Т-72Б1 образца 1984 года. Его украинские военные в конце августа отбили у боевиков террористического подразделения «Оплот». О захвате данной машины сообщил танкист 51-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Николай Тишек. Этот танк номер 37 участвовал в боях под Иловайском. Видеодоказательство было выложено на сервисе YouTube 22 августа 2014 года. В начале сентября он находился уже в распоряжении подразделения Вооруженных сил Украины. Позже его отремонтировали, покрасили и добавили надпись «Днепр-20-1» на динамическую защиту нижней лобовой детали корпуса. Кроме показанных выше трофейных российских танков, больше никаких Т-72 у украинских военных в зоне боевых действий не было ни весной, ни летом, ни осенью. Лишь 6 декабря на аэродроме в Чугуеве Харьковской области президент Украины Петр Порошенко передал личному составу Вооруженных сил всего 10 танков Т-72 из числа тех, которые готовились на экспорт в африканские страны. 7 Т-72АВ, 2 модернизированные Т-72УА1 и 1 Т-72Б1. Последний на фото обозначен стрелкой. Первые поставки сепаратистам на Донбасс Т-72 зафиксированы в середине августа в Донецкой области. На видео, размещенном на YouTube 15 августа, два уже уничтоженные танка Т-72Б образца 1984 года. Первый возле поселка Рассыпное. Второй – вблизи поселка Никифорова. На видео 14 августа колонна из шести танков Т-72Б и двух Т-64А проезжает по центру Тореза. 16 августа в сети появляется видео, на котором Т-72Б уже в Донецке. С августа в Украину из России хлынул поток танков Т-72. В основном модификации Т-72Б и Т-72Б1 образца 1984 года. Кроме этого, на украинской земле в этот же период замечены Т-72Б образца 1989 года со встроенной динамической защитой Контакт-5. Более новые модификации сепаратистам на восток Украины не поставлялись, а использовались войсками вторжения вооруженных сил РФ. К примеру, на Т-72БА воевала 21-я отдельная мотострелковая бригада, на Т-72Б-3 шестая отдельная танковая бригада, двухсотая и семнадцатая отдельные мотострелковые бригады. По имеющимся фотографиям и видео из средств массовой информации, а также из социальных сетей, можно вычислить количество танков Т-72, которые Россия завезла в Восточную Украину. Пользователь социальной сети LifeJournal под никнеймом След Взят проанализировал более шести сотен фото и видеоматериалов, избегая повторного подсчета одних и тех же боевых машин. В описании к этому материалу мы даем ссылку на исследование и архив всех изучаемых файлов. Далее вашему вниманию в виде пронумерованных коллажей снимки разных танков Т-72Б, которые Россия поставляла сепаратистам. Субтитры создавал DimaTorzok При этом в подсчет не включено около 30 лет. Т-72 на фото плохого качества или с неудачными ракурсами. Приводим примеры таких изображений. Кроме того, при подсчете не учитывались пять полностью уничтоженных танков. В Донецком аэропорту, в поселке Новосветловка Луганской области, возле села Рассыпное Донецкая область, вблизи поселка Никифорова Донецкой области, у села Роскошное под Луганском. Таким образом, подтверждено наличие у сепаратистов около 130 российских Т-72 различных модификаций. И это минимальное число. Если учесть, что многие боевые машины не были зафиксированы на фото и видео, то масштабы гуманитарной помощи РФ боевикам на Донбасс просто колоссальны. В отличие от Т-64, которые доставляли с помощью самолетов из Красноярского края, танки Т-72 перебрасывались поближе к украинской границе традиционным способом – по железной дороге. При таком виде транспортировки на танках наносились характерные надписи краской, так называемое клеймо военторга. Индекс негабаритности груза на борту, чаще всего Н-22-00, как у гаубиц М-100С, о которых мы уже рассказывали. И белые полосы открепления специальных фиксирующих шпор на катках. Эти надписи стараются скрыть, обильно их закрашивая. Но на некоторых Т-72 сепаратистов они остались. От железнодорожных станций танки развозились военными тягачами на тралах. Перемещение Т-72 старых моделей тягачами Вооруженных сил Российской Федерации наблюдалось вдоль всей российско-украинской границы. Идентифицировать среди них именно те, которые транспортируют в Украину, довольно сложно. Поскольку на вооружении российской армии, как мы сказали ранее, остается солидное количество Т-72 модификаций 80-х годов. Тем не менее, действуя в обратном порядке, по фото и видео изображениям танков Т-72 на Донбассе, можно отыскать их следы в России. В конце августа 2014 года, после захватанного Азовска силами российской армии и сепаратистов, самым популярным объектом в городе стал Т-72Б1 образца 1984 года. Потрепанный танк с неаккуратными надписями «Танюша», тремя флагами так называемой «Новороссии» и пролетарским экипажем фактически выставили на показ. На этом фото у танка еще не закрашены бортовой номер 127 и тактический знак армейского подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Маленький белый ромб внутри большого вытянутого ромба. От транспортировки по железной дороге остались белые метки на катках. Надписи «Н-22-00» замазаны голубой краской. На видео от 11 сентября номер уже закрашен синей краской и от руки нанесен новый номер – 005. Тактический знак скрывать не стали, и белые метки на катках тоже видны. На фото из социальной сети можно заметить, что на защитной крышке прожектора возле пушки появился номер 25, нарисованный зеленой краской поверх настоящего номера танка 127. До того, как этот танк завезли в Украину, его транспортировка была зафиксирована 30 июля в Ростовской области на трассе М4 «Дон». Этот факт, кроме видео, присутствует на снимках пользователей социальной сети. На фотографии, кроме номера 127, можно рассмотреть тот же тактический знак – вытянутый ромб, белые метки на катках, камуфляж на бортовых экранах корпуса ближе к корме танка. Другой пользователь социальной сети сфотографировал этот же танк на автодороге М4 «Дон» в Милеровском районе Ростовской области. Машина, на которой сепаратисты впоследствии нанесли надпись «Танюша», имеет тот же рисунок камуфляжа на стволе. В бортовых экранах тактический знак в виде ромба, положение и очертание белых номеров на двух прожекторах с защитными крышками того же цвета. Перевозка танка Т-72Б1 с белым номером 37 на башне, который использовался под Иловайском террористическим формированием «Оплот» и впоследствии был захвачен украинскими военнослужащими, зафиксирована на видео от 21 августа 2014 года. Примечательно, что танк 37 и танк 127 перевозил один и тот же военный тягач. На этом фото еще один Т-72Б1 образца 1984 года, который, как и танк «Танюша», воевал на Мариупольском направлении. Индивидуальными особенностями танка 004 являются камуфляжный рисунок, область с царапинами на левом бортовом экране над ведущим колесом, зеленая краска на некоторых катках и ведущем колесе, загнутый нижний правый край металлического экрана над выхлопным патрубком. На более ранних фотографиях на танке еще не нанесен номер 004. Транспортировка данного танка в Ростовской области зафиксирована 4 августа на видео. Также пользователи социальной сети сфотографировали этот Т-72Б1 на трассе М4Дон. На первом снимке уже знакомый номер тягача. На втором фото хорошо видны индивидуальные черты танка, который под Новоазовском превратился в танк ополченцев под номером 004. Обращаем внимание на область с царапинами на левом бортовом экране над ведущим колесом, зеленую краску на некоторых катках и ведущем колесе, а также на загнутый нижний правый край металлического экрана над выхлопным патрубком. Кроме всего прочего, танк 004 интересен тем, что на его защитной крышке прожектора не был до конца вытерт тактический знак военного подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, которому он ранее принадлежал – белый круг с ромбом внутри. Такой тактический знак присутствует на технике 5-й отдельной танковой бригады – военная часть 46-108, дислоцированной в далеком городе Улан-Удэ Республики Бурятии. Особого внимания заслуживает также Т-72Б образца 1989 года, находившийся в распоряжении так называемой отдельной бригады особого назначения Одесса ЛНР. Этот танк позиционировался как трофейный, то есть отобранный у украинской армии. На некоторых фотографиях на боевой машине еще заметен родной номер 513. С левой стороны видны особенности данного танка – шрифт и расположение цифр номера и белые надписи «ЗИП» на ящиках над гусеничных полок. Примечательно, что этот же танк замечен в Ростовской области в составе 35-й отдельной мотострелковой бригады – военная часть 41-659 из Алейско-Алтайского края. На этом тема о военном участии России в конфликте на Донбассе далеко не исчерпана, но по уже озвученным и показанным фактам можно представить размеры так называемой «гуманитарной помощи РФ». На Украину брошены сотни единиц российской тяжелой техники. Теперь понятны причины захвата Новоазовска, взятия под контроль сепаратистов Саур-Могилы, трагедии под Иловайском и в других котлах. Понятны причины, почему власти Украины отстаивают необходимость соблюдения минских соглашений и что удерживает украинского главнокомандующего от приказа идти в контрнаступление. Факт вторжения российской армии на Донбасс в августе 2014 года доказан не раз. Количество тяжелой техники, которую путинская власть направила против украинских солдат, измеряется по меньшей мере сотнями единиц. В большинстве своем это модели советского образца. Боевые машины пехоты, десанта, танки Т-64 и Т-72 разных модификаций, включая модернизированные Т-72Б3. Об участии этой техники в боях на востоке Украины мы подробно рассказывали ранее. Все видео по этой тематике вы найдете в плейлисте на нашем канале «Армия РФ в Украине. Расследование». Однако кроме старых модификаций, российские войска во время вторжения использовали и новейшие образцы тяжелой техники. Пользователь социальной сети Life Journal с ником «След взят» разместил на своей странице «Прямые доказательства участия в боевых действиях на Донбассе современных российских танков Т-90А». Эти свидетельства появились в сети еще осенью 2014 года. Танкист 136-й отдельной мотострелковой бригады, военная часть 63-354 Вооруженных сил Российской Федерации, зарегистрированный в социальной сети под именем Виталек Маракасов, выложил свои фото на фоне дорожного указателя вблизи села Терновое, Краснодонский район Луганской области, в четырех километрах от Луганска. Первый снимок примечателен тем, что в кадры попали элементы конструкции зенитной пулеметной установки танка Т-90А. На фоне танка этой модели Маракасов фотографировался и ранее. На патронной коробке танка Маракасова зеленой краской закрашен бортовой номер. То же самое часто встречается и на других Т-90А из 136-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Российской Федерации. Определено точное место съемки Т-90А Маракасова. Уже летом 2015-го было обнаружено еще одно свидетельство применения вооруженными силами РФ танков Т-90А на Донбассе. В октябре 2014-го член незаконного военного формирования так называемой ЛНР из Краснодона, зарегистрированный в социальной сети как Игорь Комиссаров, загрузил серию фотографий поездки в Новосветловку. Передвигаясь на автомобиле с юга на север, он снимает по дороге указатели населенных пунктов в Молодогвардейске, в Самсоновке, в Придорожном, в Новоановке, у Катериновки, в Новосветловке. А также все интересное, что встречается по пути. На участке трассы между поселками Придорожное и Новоановка им были зафиксированы три боевые машины десанта БМД-2, два армейских грузовика и три танка Т-90А. Для проверки того, что фотографии сделаны действительно, на участке трассы между Придорожным и Новоановкой взято видео этого участка дороги, отснятое из автомобиля. Поскольку оно снималось при движении с севера на юг, а не с юга на север, как фотографии Комиссарова, то для удобства объекты местности на скриншотах сравниваются с их зеркальными отображениями, взятыми с фото. Участок трассы, где были засняты вместе два Т-90А. Те же самые деревья на фото и на видео. Ориентировочное место съемки данных фотографий на спутниковой карте Google Maps. Место съемки одиночного Т-90А у предупреждающего дорожного знака. Определено точно. Местность совпадает с таковой на видео и легко находится по спутниковым картам. На фото достаточно узнаваемых объектов. Таким образом, подытоживая вышеперечисленное, можно утверждать факт применения российскими армейскими подразделениями танков Т-90 в Украине летом-осенью 2014 года не вызывает никаких сомнений. В то же время, свои действия, верные идеям Кремля боевики, оправдывают необходимостью дать отпор мифическим американским войскам. Некоторым, то ли от употребления тяжелых наркотических веществ, то ли по причине бурной фантазии, удается увидеть на Донбассе колонну американских танков «Абрамс». А пока сказочники из псевдореспублик сочиняют басни, исследователи ресурса «Информ Напалм» создали уникальную инфографику. Они изучили имеющиеся в открытом доступе фото и видеосвидетельства присутствия российской армии в военном конфликте на Донбассе и зафиксировали их на специальной карте. На ней указаны места постоянной дислокации российских военных соединений, их присутствие в так называемых перевалочных тренировочных пунктах на украинской границе и непосредственное участие в столкновениях с украинскими войсками в Донецкой и Луганской областях. Специалисты «Информ Напалм» провели кропотливую работу по поиску, документированию, сортировке, идентификации и геолокации изображений, а также донесению этой правды всему миру на языке тех стран, где правды о войне в Украине не знают вовсе, либо же знают очень мало. Теперь стало возможным собственными глазами увидеть почерк и масштаб этой войны. Это сделано не только для того, чтобы освидетельствовать реальное участие режима Путина в войне на Донбассе, но и с целью помочь российскому обществу разобраться в себе, когда у него настанет время прозрения. Если же прозрение не наступит никогда, это будет наглядное дополнение для составителей хроники гибели некогда Великой Империи. Все только настроены обвинять в чем-то Россию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...